Очень важный момент, который, в принципе, я думаю, что он понятен тем, кто хотя бы раз сталкивался с медициной нашей современной. Самая главная вещь, самая важная, что влияет на исцеление, это правильная диагностика. Когда мы четко понимаем, что болит, мы понимаем, как это лечить. Лечить благо есть чем, методов очень много, инструментов и препаратов и всего. Но диагностика – это, на самом деле, некая сложность в наше время. Точно продиагностировать не так-то просто. Соответственно, это провожу теперь параллель с нашим обучающим курсом. Вот мы как раз будем учиться достаточно точно и детально диагностировать то, как это есть сейчас, внутри вашего пространства. И, соответственно, применять известные, проверенные много-много-много раз, более тысячи консультаций, но явно я уже проверила, что работает, что нет. И вот эти методы коррекции мы уже будем применять конкретным, так скажем, заболеваниям, образно говоря. Это, на самом деле, очень важный момент – именно учиться анализировать и понимать, что подразумевалось. И вот представьте, одно предложение, из него рождается целая, порой параграф целый, глава. Это же понятно, что пропущено через призму человека, который пересказывал эту сутру, так назовем. Соответственно, чистота пересказывания, она тоже не всегда… Ну, то есть, фактически, я вам предлагаю без фанатизма смотреть на эти вещи, а включать здравый смысл. Поэтому не всегда там точный перевод. Иногда есть какие-то ошибки. Мы как раз будем с вами и смотреть на призму, на пространство, вернее, через призму своей проекции. То есть, зачем тогда вот это все делать, если это на… Мою жизнь-то никак не улучшит смысл. Ну, красоту-то, ну, переставил, ну и что? А когда ты понимаешь, что это такая же проекция и тебя, ну, просто вот такая вот странная форма вроде в виде квартиры, ни рука-голова там, да, ни руки, но ни голова. Вот, а что-то такое. Но, когда начинаешь анализировать, понимаешь, юмор, это же про меня. Точно-то я, ой, это я вообще точно, это мои страхи, а-а-а. Вот это вот начинаешь, думаешь, ну, все, и вот она. Это и натальная карта тебе, и технический паспорт тебя, всех твоих ограничений внутренних и ресурсов и всего-всего. Вот это очень надо. Вот это становится, на самом деле, интересно. Именно поэтому в свое время мне стало интересно, конечно, заниматься паспортом, потому что очень классный инструмент, как сказать, в жизни, очень легко, ну, применяется. То есть каждый человек что-то где-то меняет, там, ремонт делает, перестановку. А тут, если еще со смыслом сделать, то получается, что ты раз и судьбу себе незаметно поменял. А может и заметно.